Точно не сдрейфишь? А чё за шоу? Второго шанса не будет. Не знаю. Я не был готов абсолютно. Живот покалывал, требовал убираться, не ввязываться в заранее проигрышное дело. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог. Испринцы пать. Тотем тем временем, зигба испачканной в чернилах пальцев, судорожно пересчитывал реквизит. А у него цветы сзади. Букет есть. Так, букет. Маньяк присутствует. Так. Чё там ещё? А что с моим образом? Где мой топор или там маска? Да не гони, Тоха! Надень ту зайчую, что с собой по жизни таскаешь. Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Так, я с недоверием поглядел на Ромку. Но пальцы уже нащупали бегунок на молнию рюкзака и потянули за него в предвкушении. Вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь облегчение, вытащив наружу моё настоящее лицо. Вместе с ним пришло и спокойствие, и колики улеглись. Я вспомнил ощущение полёта, невесомости, счастья. Тут же проблемы Ромке показались, да, зевоты мелочными и несущественными. Давай, как репетировали. Только она появится, я прегражу ей дорогу. Ага, а я из-за тех кустов такой бац! И на выручку! Только веди себя посмелее, Тошик. Чтоб как в заправду. Я постараюсь себя не сдерживать. Простой кусочек картона и шерсти нёс себе энергию, которая могла соперничать с яростью метели. Одеваем. Теперь я маньяк. Я ей не без удовольствия накинул настоящее лицо поверх очков. Поправил его, чтобы глаза смотрели точно в прорези. Ромка исчез. Из-за школы вышла, оглядываясь, Полина. Футляр из подскрепки был именно неизменно с ней. Сапожки скрипели на свежем снегу. Тучи проглотили солнце. Темнота обратила меня в длинноухий силуэт. С сомнением, посмотрев на мою сторону, Полина начала огибать площадку. Хе-хе, значит, не узнала. Вот я такой, с языком. Я шагнула перерез, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Хмурясь, она потеснилась к кустам. Опа, Ромка. Из-за них тут же показался черпихающийся Ромка. Он неуклюже двигался боком, словно крафт, и все так же прятал руку с цветами за спиной. Эй! Садись, проклятый! Пока я здесь, никто не обидит эту девушку! Он сам переживает, чтобы не спалиться! Понял? Ты! Под маской я страдальчески вскинул брови. Интонация Ромки была фальшивой и откровенно идиотской. На репетицию он отыгрывал в сто крат уверенней. Но я не подал виду и нагло схватил Полину за воротник. Подтянул к себе. Пальцы пробежали по ее шелковистым локонам. Полина возмущенно уйкнула, но я только ухмыльнулся. Чувства вседозволенности и безнаказанности захлестнули меня. Я намерился завалить Полинку на землю и тискать до синяков, пока несущий колесицу Ромка не научился актерствовать как надо. Но я не послушал и продолжил пьянее от собственной власти, от того, что растерявшийся Ромка мямлил тебе под нос. И я мог сделать что угодно под покровом зайчей личины. Рохля. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. У Ромки даже округлились глаза от удивления. И было видно, что он какое-то время пытался сохранить самобладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспеченный герой хоть что-то предпринял, его опередила Полина. Так, что тут происходит? Пятифан, ты уберешь своего дружка? Пятифан. Полина на отмаш стукнула меня футляром, так что я мигом протрезвел. Я же... Он мне... Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. И даже в туслом освещении видел, как поразовела ее негодующая личика. Кидок произошел. Я мочал еще оправдание. В тайной надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит. Но фиговейший из актеров пелился на сугробе и краснел от стыда. Спланировать такое шоу и так облажаться. Полина смотрела на нас, сжал кулаки и вдруг выкликнула. Клоуны! Как она кричит! Клоуны! Крик, вердикт еще... Вердикт еще бился в школьные стены, как попавший в ловушку голубь. А Полина кинулась прочь от нас без... От нас по заснеженному асфальту. Она блеснула тенью, словно шлейфом платья и скрылась за углом. Голова Ромки обреченно упала на грудь. Облезлый букет шлепнулся в серую кашу мокрого снега. Это фиаско, братан! Я снял маску, совспотевшим лица, ветер остудил кожу. С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Муромка заскрепел зубами, таращась под ноги. Потерянный и подавленный, не умеющий, как я, встречать контратакой удары судьбы. И видел, насколько ему плохо. Он готов был крушить все вокруг, биться лбом о бетон, что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить. Решение пришло волненосное. Я положил ладонь Ромки на плечо. Так, идет, порешает. Так, а тут что? Я кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину. Эхо повторялось тупо дождь. Скрипичный футляр девочки покачивался, как хвост раздраженного животного. Она сбавила шаг, но не обернулась. Ну, Полин! Показался ее хорошенький профиль. Чего? Вот такая она. Чего? И лобик, умерщинка даже у нее. Я поправился, поравнялся с ней осторожно. Взял за локоть. Она не оттернулась. Хороший знак. Ты все неправильно поняла. Она сейчас заплачет, будто. Полина убрала с лица прядь. Будто бы сейчас слезу проронит. Проронит. Я подумал, что эта Джессона могла подсмотреть в каком-нибудь фильме с Шерон Стоун. Голос ее оставался строгим. Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитил. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Я вспыхнул. Ничего она не гадкая. Но вслух сказал. Ого ты не поняла. Ты Ромке очень нравишься. Так. В ее взгляде проскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть, увезти в лес, познакомить с моими новыми друзьями, чтобы флейта играла Полине, бы понравилась ее мелодия. Чтобы мы играли, прыгали до небес, выше облаков. И там, под приколоченными к небосводу звездами, я бы рассказал Полине, как нуждаюсь в ней, что она вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Ооо, вот так-то. Я притворился дурачком. Полина обиженно вырвалась. Все ясно. Да постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Лжец. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. Так. В какой-нибудь большой сверкающий город. Так. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. Полина смотрела в темноту за чертогами школы. Там был ветер и клубился снег. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе. Дать ему шанс. Шутки шутками. А настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Я говорил, а губы мои немели и деревенело лицо. Я боялся, что голос выдаст истинные чувства. Слова были бритвами, которые резали мне грудь и гортань, высыпались наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом еще дольше. Она возмущенно сопела и барабанила пальцами по черному футбляру. Наконец она сказала, вздохнув. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. О, вот так. В принципе, Ромка тоже ничего, подумала она. Ну, чтоб не думал себе всякое. Так. Я изобразил радость. Когда надо, я могу притвориться. Ты не пожалеешь. Я брел обратно за угол, вслепую шаркая по снегу, потому что века мои были плотно зажмурены, а сердце билось, как молот, вгоняя в душу гвозди. Ромка сидел на корточках, взъерушивая короткие волосы. Она ждет тебя у ворот. Наградой мне было изумление на лице товарища. Он вскочил, захлебываясь словами. Совсем не тот замкнутый лидер молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Кто ж, ты спас меня? Братан, да я теперь твой должник на века. Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Я мечтал об одном, чтобы меня оставили в покое, чтобы я мог стоять в тишине и смотреть, как колышется на ветру лес. Вдыхать морозный запах хвои сквозь старую маску. Такс, вдыхать морозный запах хвои сквозь старую маску. Иди уже. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме нее у меня уже никого не осталось. Одна только Алиса. Разве что Оля. Ну, конечно, мы лучи света в этой кромешной черной тайге. Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу. Так, и чего же ты хочешь? Ромка, успевшись сделать несколько шагов, установился и посмотрел на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. Так. Мой приятель ухмыкнулся, сдвинул шапку на затылок. И что ты предлагаешь? Сбирка особнясти? Нет, надо просто поймать маньяка. Так. Того, кто в ответе за все эти похищения. Да, и получить премию. И получить обещанную награду в милиции. Угу. Ромка скривился, спрятал руки в карманы, штанов. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, будь здоров. Меня утомило... Утомило пререкаться с Ромкой. Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Команда. Куда ты, туда и я. Вот так-то. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Готов поспорить, это была Катька. Я весь собрался. Превратился в нерв. Катя это шажок к Семену, а от него к Вове. Поможем милиции арестовать убийцу и проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе. А с ним уйдут взрослые запреты, чего не разрешают Оле выходить на улицу. И я наконец научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу. Да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Нет, лучше через полтора. Знаешь, где она живет? Я вспомнил номер дома, тайком подсмотренный в анкете Полины. Пошел радостный на все 32 улыбочка. И Ромка умчал, а я остался усмирять голоб в грудной клетке. Усмирять голоб в грудной клетке. Типа голоб лошадиный, имеется в виду так, скачет, грудная клетка у него, сердце бьется. О, быть может теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится. Лузгающий семечки Биаша, скривился, как только я подошел к нему. Смотрите-ка! Фу, явился, не запалился, на! Бросили меня тут, на! И срулили вдвоем, голубки. Приревновал к дружбе. Эй, все, на командовать трона называется. Фу. Биаша нахохлился и демонстративно отвернулся. На минуту я задумался, взвешивая про себя, пригодится ли нам помощь Биаше в поисках Кати. Или этот Ромкин-прихвостин только все испортит. Позвать. Не звать. Позвать, не звать. Позвать, не звать. Мы сделаем здесь по-хитрому. Нажмем Escape и сделаем сохранялочку новую. В слоте в своем. Позвать. Ну, Биаш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. Опа, мелодия сразу нежная. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. Я передал Биаше доработанный набросок Вольтрона огромного трансформера, собранного из пятерки роботов-лювов. Задобрил его. Биаша аж поразовел на радостях. Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Скривил рожицу свою. Самые длинные полтора часа жизни, словно миксер, размололи мой мозг до жидкой кашицы. Одни тревожные мысли нахлёстывались на другие. Пропавшая Катя, лес, маньяк и склепы, могилы, кресты. Биаша выполз из ранних сумерек в квартале однозначного места. Я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке до ушей становилось ясно, что прошло оно великолепно. Ромка шутливо боднул меня в бок. Ну ай да, джентльмены! Джентльмены. Этот светливый, тот нефятный. Фиг вас поймёт на! А ты лишний раз бешеный думай. А то глядишь последнее извилино узлом закрутится. Так, мы пошли. В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор, переругивались. На крыльце курили хмурые мужчины. Скрипел колодезный ворот. Метель обошла посёлок по дуге. Но она заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути. То ли мы вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тонули зыбкие тени. Они выгибались по обе стороны от дороги. Никто из нас не проронил ни слова, ступая на просеку. Сизая дымка струилась над оврагом. Её хвосты завивались в прозрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей. Мутило рассудок. Снег чавкал, проседая под подошвами. Кочки напоминали насыпи на могилах. А кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из заледеневших болот стенала и булькала тьма. Злобно завыл ветер. Время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так. Поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся. Ищем любые следы Кати или похитителя. И желательно, пацаны, поживее. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья в слабое надежное найти хоть что-то. Хрена лысого мы в таких потемках найдем нам. Давайте уже вот и по домам. Опачки. Че тут у нас? Какой-то медальончик. Кошелек. А мне сегодня фартит. Кошелек с брелком. Братва! Я, кажется, нашел. Какую-то находочку нашел. Записка? Это ж Каткин кошелек. Кошелек. Опа. А потом я услышал сдавленный скрик. И не понял, кто кричал. Ромка, Бяша или я сам. Прикольная картинка от Катч. Типа такие перепуганные, да? Хорошо выглядит. Картиночка, картиночка. Отлично выглядишь. Так, наконец я увидел Ваучую. И все равно не поверил своим глазам. Абсолютно седой. Седой. Бяша в ужасе бятился. Спотыкаясь, пока наконец не рухнул в сугроб. Он реально посидел. Полосы белые стали. И пот выступил на его лице. Абсолютно. Он протянул руку. И я увидел, как дрожат его пальцы, оказывающие в пустоту. Бе-бе-бе. Забекал, что-то бедолага. Что ты забекал, пацан? Бегите. Бяша взвился, словно ужаленный побежал прочь. Ромка не посмотрел на него. Что там? Он продолжал глядеть вперед, не моргая, не дыша. Я не заметил, как за шагалом встречу чему-то неописуемо страшному. Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои. За елями показалась небольшая опушка. Никогда выжженная ночным попаданием молнии. Почерневшие пни ограждали круг. В посередине стоял черный гараж. Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Казалось, они впитали в себя сам мрак. Я подумал, что гараж это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Он нечто живое. Чёрный причёрный гараж в чёрном-чёрном лесу насекомое чёрным лоснящимся хитином. Прожорливый падальщик. Всё в кровяге. Мы таращились на него, а он внимательно следил за нами красным мерзающим глазом. Я сказал себе, что это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько, но в этом звуке слышалась угроза. Сим-Сим, откройся. Открыто. Отлично, лезем. Я попытался злотнуть. Рот был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты, внутри кубилась чернота. Я почувствовал прикосновение. Ромка положил ладонь на моё плечо. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там, он выглядел дряхлым стариком. Ты что, сбрендил? Сбрендил. Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Так, полицейскому сказать. Ромка сплюнул себе под ноги. Будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов, он даже варежку в лесу отыскать не смог. Варежку я забрал. Ты спадл с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учёте состою. О, даже вот так. Варежку я забрал, когда перепроходил. Хулиган выхватил визитный ножик и серьёзно посмотрел на меня. Смотри, у меня есть нож, я защищу. Маньяк наверняка вернулся туда, в своё логан. Если получится, возьмём его тёпленьким, пока он не ждёт. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Может быть. Зверята говорили, что он всего лишь человек из посёлка. Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. Так что решайся. Чё, лезем? В милицию, в гараж. Опа, давайте делаем ещё одну сохранялочку. На всякий. А вдруг мне ещё предстоит... Ещё тут тоже выбор. В милицию. Не, идём в гараж в этот раз. Хотя, может, пройду потом. Мы приблизились к постройке. Из короба не доносилась ни звука, только гудел генератор. Ромка постучал костяшками по воротам. Убеждаясь, что они не собираются превращаться в хищные челюсти. Так вдвоём смотрят. Смотри, как они туда заглядывают. Прям такие в гараж. Что там? Что там? Кто там? С Ромкой. Ромашка, Ромашка. Так, осмелев, он распахнул двери пошире и принялся ощупывать проём в поисках выключателя. Помоги-ка мне. Чем? Включить. Только включить. Без выборов. Включаем. Так, а это машина, что ли, стоит? Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам. Какие-то канистры, тряпки, да, накрытое чехлом машина. Ни маньяков, ни жертв. Я даже усмехнулся от облегчения и прочёл те же эмоции на лице товарища. Ромка вошёл в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Пошарился дик пыльных полок. Посмотрел на меня. Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. В углах, как паутина, налипла тьма. Паук, если он и был, давно покинул гнездо. Мы же можем осмотреть. Ого, сколько тут моментов всяких. Давай начнем с коробки. Отсечённые конечности, груды фарша и головы, облепленные мясными мухами. Вот что я вижу, загляну в ящик. В ночном кошмаре страшная версия поля чудес, в которой ведущий хача и пуская слюну вынимает из коробки истекающие гноем призы. Но на его ящик пус. Если что-то там и было, это убрали из глаз долой. Ого. Так, ещё глазик могу нажать. Ящики, просто ящики теперь. Это что такое? Почему-то мне это так напоминает алтарь. Точно, гараж это церковь. А здесь атрибуты нечеловеческой таёжной религии. Какие-то циферки, буковки. Я немного с собой загораживаю. Я не хочу видеть иконы этой звериной веры, древние письмена и железные реликвии. Да нет же, просто хлам. Никому тут не молятся, не бывают таких храмов. А воск на столешнице, потому что это электричество часто отключает. И хозяин работает при свечах. Поговорить пока не спешу. Не спешу. Это что такое? Тиски. Это ими сжимали, что хрустело между металлическими челюстями, что лилось на верстах из рвущейся плоти. Чугун от длительного использования совсем раскрошился. Но это обыкновенные слесарские тиски. Такие же стоят в кабинете труда. Тиски для деталей, а не для жертв. Капли масла, а не крови. Не спешу с ним разговаривать. Не спешу. Пусковый свет не проникает туда. В темноте может быть что угодно. Вдруг она смотрит на меня в упор. Прячется за кружевом паутины. А если встать на цепочки, пыль и рухлять. Там какая-то полка и темнота. И там что-то тяжело рассмотреть, честно говоря. Так, это теперь какое-то колесо. Ржавые железяки, похожие на стальные клыки в пасте этого мерзкого места. Или на пыточные инструменты средневекового палача. С каким прикоснешься и на пальце сразу рассветет рана. А в порез просочится инфекция от ржавчины и засохшего жира. И ты сгниешь заживо. Там на щипцах что-то багровое. Багровое. Надо подойти и проверить. Краска. Это просто краска. Не спешу все равно разговаривать. Последнее. Это машина. Что же еще? Просто автомобиль. Накрытый тканью. Внутри никого нет. Ни живых, ни мертвых. Вонь застарелой крови. Она только у меня в голове. То, что находится под мешковиной, пахнет машинным маслом. Не более. Ну все. Я все проклацал, ребят. Все точки были нажиты. Теперь поговорим с... Ржавый хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? Я не знаю, но это как-то выглядит все очень-очень стремно. Пошли отсюда. А не хочешь это скинуть? Ага. Мне кажется, надо это скинуть. Давай догоним Вяшу. Ему крепко досталось. Мне может кажется... А почему машина работает? Почему она шумит? Я вышел под снегопад. Ромка уже топал к выходу, когда вдруг остановился и задумчиво погладили на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Поглядел на... А хочешь ты машину взломать? Дай-ка я хоть магнитолу скручу. О, вор! Обожди минуту, я мигом. Из-под чехла раздался всхлип. Кто там? Жили Катя. От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб. Ты слышал? Она там. Она там, в машине. Я смотрел, как друг дергает за ткань, но подбежать помочь не хватило сил. Ноги словно примерзли к земле. Но Ромка справился без меня с поротой и с помощью ножа... С поротой и с помощью ножа чехол полетел в сторону. Под ним не было автомобиля. А что там? Что такое? Там, вырастая из пола, блестела машинным маслом огромная мясорубка. Я видел такую в одной передаче до 16 и старше. Советская и Российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи. Беспризорность, движение рокеров, теме наркомании и дедовщины, проблемы досуга и взаимодействия в семье. Промышленная махина, которой на фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы. Кстати, помните, корова мычала? Было, было где-то. Корова мычала. Ой, боже мой, коленки сдертые. Завязанная. В раструбе, напоминающем зев кровожадного цветка венерной мухоловки находила связанная Катя. Давайте рассмотрим, я даже вебку уберу. Видите, я тут часто мешаю своей вебкой. Но связали ее жестко. Эти нитки у нее такие. Кстати, помните, был разговор по поводу того, что у Кати первой округлилась грудь. Вот, тут даже это можно очень отчетливо заметить. Так. Она очнулась словно от сна, и ее глаза округлились от страха. Кляп позволял лишь хныкать и мычать. Скорее, сюда! Она прям там внутри сидит, в той штуке. Там сейчас мясорубка ее скрутит по ходу раз-раз... Я сбросил себя оторопь, как тяжелый чехол, и рванул в гараж. Тем временем, Ромка почти взобрался на стальную душегубку. Он взял Катю под мышки и, вероятно, коленом Ромка зацепил какую-то кнопку. А-а-а! Бля-а-а! Закудел механизм. Звук напоминал ворчание голодного желудка. Ромка закричал испуганно, явно осознавая, что он надел. Так, надо обратно нажать на кнопку, остановить... Выключи! Выключи ее! Надо найти, где там питание. Я сейчас! Держись! Что-то нажать надо? Ничего. Ни одна чертова кнопка. Ни один тумблер. Не могли остановить этот жуткий скрежет Жерновов. Не работает! Ни хрена не помогает! Жопа Катя. Так вытягивайте ее! Так помоги мне! Мы согнулись над Катей и рванули ее за локоть. В Нью-Дзю заработали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость. Раздался хруст. Так. Костер падает. Так. Костер падает ворост. Так вы. Костер падает ворост. Как ее спасти? Только спасти, могу нажать. Спасти, спасти, спасти. Класс, класс, класс. А-а-а-а! Надо ее вытянуть как-то! Я нажимаю! Давай! Класс, 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 класс. Походу, жопа, Катя! Не, у нее вон слезы. Не, я там начал лакалошматить. Но меня срубка не отпускала. Срубка питалась. Я кричал. Увидел, как лезвия наматывает на себя лохмотья сплюснутых ног. Офигеть! Ноги Кати теперь напоминали измоченные колботы. Кости проткнули кожу и торчали словно сучки. В бобровом сиропе плавала белая коленная чашечка. Я тянул Кати на себя и чувствовал, что проигрывали. Но он все, там минус ноги минимум. Ноди, она безногая останется. Бедная Катя. Спаси! Походу, она же открыла. Все, я туда затасала, все полностью. Что-нибудь сбросить нельзя, там куда вниз? На все, там. Лезвия раздробили таз. Запенилась кровавая тяга. Ну все, жопа их. ГГВП, как говорится, да? Катя выла на одной безумной ноте. Глаза вылезли из орбит. И белки стали красными от лопнувших сосудов. Лезли и дошли до живота. А легко выгребли из плоти сизые трубки кишечника. Так Оля наматывала спагетти на вилку. Гуль внутренностей распространилась по гаражу. Я больше не пытался помычкать их. В этом не было ни малейшего смысла. Голова девочки свободно болталась. Мутные глаза смотрели в пустоту. Месорубка перегрязла ребра. И проглотила едва оформившуюся грудь. От кровяного давления лицо Кати потемнело. Алые струйки сочились из глаз и ушей. Катя умерла. Но механизм продолжал работу. Волосы попали в лезвие. И скальп с сочным хлюпанием отделился от черепа. Кожа лица съехала вниз. Гримаса смерти заставила меня отшатнуться. Я ощутил руки на своем теле. Решил, что сейчас меня швырнут в ростру в качестве десерта. Что я смешаюсь в единый фарш с Катей. Но это Ромка тащил меня прочь. Короче, ее перемололо. Из металлического хобота механизма шлепалась поддон. Толстая колбаса. Кровянка с застрябшими волосами и костями. Какого хрена ты стоял, как вкопанный? Мы же могли успеть ее спасти! Стоял, как вкопанный? Мы же тянули вдвоем. Вот уж не думал. А, я тупил, долго стоял, да, главный герой? Там какие-то надписи там на стенах. Я взял гор снега и запихнул себе в рот. Прожевал рыхлую субстанцию. Рома стоял на коленах, утирая лицо снежком. Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногтями за лед. Кашлял, точно пытался отхаркнуть, вспоминая об увиденном. Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающихся костей, ни предсмертной агонии Кати. Рома пополз ко мне на четвереньках. И на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. И теперь, как дикий звереныш, перегрязет мне глотку. Но он взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. Он плачет. Мы это скроем, скроем. О чем ты? Никакой милиции, слышишь? Катю по частям мы не соберем. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Папа его досел, походу. Но ты говорил, говорил, говорил. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. А, ну да, он на кнопку нажал, по сути. Нечаянно. Попробуй докажи. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решетку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. Блять! А жизнь медь только начала налаживаться. Он типа с девушкой, она начала мутить. Но мы не можем просто так. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. А иначе он... Он не произнес, но это читалось его тоне. Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из махины. Рома был прав. Даже если Тиханов поверит нам, гараж в том времени может исчезнуть. Чудесным образом перенестись на другую поляну, другую часть этого чертового леса. Пожалуйста! Кто-то должен защищать Полину! Полину. И Олю подумал, я медленно кивая. Хорошо. Я боялся, что не сдержу слова. Что мама прочтет все на моем лице. Увидит нестертые капли крови. Унюхает запах. И я раскалюсь, просто упаду перед ней на пол. И буду рыдать от страха за себя и за родных. А еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке назвал домом. И что же там ее ждет? Входная дверь была открыта. Покачивалась от ветра. Сказалось, что и не покалывает мою кожу. Я сочистил кулаки. Мрак просачивался. Прихожая с ним медленно влетались там снежинки. Это уже старое? То, что повторяется? Я вообразил три мясорубки в разных частях дома. Трех близких людей, перемалываемых лезвиями. Я осторожно пришел на порог. Вдруг слышу, как кто-то говорит на кухне. И было всего лишь радиоприемник. Циклона, которым мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвало жителей соблюдать меры предосторожности. Внутри перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. А это ссора родителей, да? Да что ты говоришь? Правда, что ли? Какого я тебя не обязала? Мы все в опасности. И не вредим. А сейчас начинается... А, ну все. А это мы все, получается, уже проходили. И почти вытолкнула из мысли кровавый образ Кати. Что случилось? Они разведутся! Ну это я уже, да. Помочь одной девочке пытался. Ты помог ей? Не думаю. Фу. Оля вздрогнула и бросила лилет на кухне. Ну только открыть могу. И это после всего, что я видел в гараже. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку. Веручание которой... Конфеты. Это мы все уже с вами видели. Но мы с собой играли в снежки. Чаще под луной. Я думаю, что здесь уже дальше то же самое будет все. Что это мы уже все с мешок. Конфеты. Принять отказаться. Типа меня загрузут. И тут в принципе то же самое все, я так думаю. Что это в конечном итоге мы погибнем. Ну в принципе тогда я могу сейчас делать что? Нажать Escape. Загрузить. Мне интересно было еще... Вот этот момент. Интересно. Интересно. Да. В милицию. Со стороны гаража раздался гриплый смех, которого волосы на лыве тут же встали дыбом. Но это всего лишь скрипела массивная черная дверь на холодном ветру. Точно какая-то ловушка. Я в милицию решил пойти. Без милиции мы туда не сунемся. И без того кисло в лесу товарища сморщилось, словно он откусил лимон. Хрен с тобой. Только попомни мои слова. Менты хуже душегубов. Так. Мы в полицию пришли. Дежурная часть. Дежурная часть. И почему-то пахло чебуреками. Перемешку с сигаретным дымом. Чебуреки. Блюдо крымско-татарской кухни. Представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой и измельченной жирной бараниной лука, специй и небольшого количества воды. Обжаривается во фритюре. Из глубины участка приглушенной тоскливо пела Татьяна Буланова. Казалось, под такие слезливые песни невозможно работать. Только отпевать покойников у разрытой могилы. Так. Мы можем тут тоже всякое рассмотреть. Решетка. Раз. Как-то раз папа упоминал при мне обезьяне. Камеру, где держат только что пойманных преступников. Толстые прутья, решетки выглядели устрашающе прямо как в кино. Мне даже захотелось нарисовать это место. На секунду я представил, кого бы мог изобразить внутри клетки. На ум сразу пришел Ромка. Надо сказать, он отлично бы сюда вписался. Так. Противогаз. На спинке стула висел старый противогаз с хоботом. Здорово, что в милиции не забывают брать тренировки. Только вот почему фильтра не видно? Или противогаз здесь используют для чего-то другого? Мучают людей, походу. Я думаю. Допрашивают, скажем так. Так, глаза только два. Смотри. Пропавшие. Я мотнул головой, отгоняя мрачные мысли. Стянул шапку и провел пятерню по взерошенным волосам. Снег оттаивал с подошв, оставляя на плитке мокрые следы. В Ромка тикали часы, а со стенда, внимание, розыск. На нас взглядели сгинувшие в ночи дети. О. Ба, какие люди! Полицай пришел. Вот он. Такой вот. Что, Петифанов, сдаваться пришел? С повинной? Ха. Абхохочешься. Милиция. Да уж, смешного мало. Милиция, нерв провел тяжелый взгляд на меня. Ты бы, Петров, друзей осторожнее выбирал. А то считай знакомы всего ничего, а ты уже дров наломал. На учет поставлю, как некоторых. Как некоторых. Ой, знаем мы ваши учеты, лишь бы отчетность закрыть. А настоящие преступники до сих пор на свободе. Ну-ну. Смотри, не образумишься, как папаша твой. По малолетке загремишь. Я понял, что пора вмешаться в разговор, пока Тихану не потерял терпение. Константин Владимирович, вы должны поехать с нами. Мы гараж нашли. Я заранее догадался, какой будет ответная реакция. Вон как. Гараж, значит. Дай угадаю. А в нем сокровище Стеньки Разина спрятаны. Что такое Стеньки Разина? Один из самых известных казачьих атаманов в российской истории. По легендам, он и его подручные зарыли в русской земле целые состояния с десятками пудов золота и жемчуга. Нет, но... Петров, Петров, признавайся, ведь не сам ты это придумал. Пятифанов подговорил, да? Все хихоньки да хахоньки. Хихоньки, хахоньки. Ромка, закатим глаза. Я предупреждал. Никто меня не подговаривал. Я сам видел, как вас вижу в лесу среди пней. Времянка это была, Антон. Времянка? Нет, гараж. Старлей примирительно поднял руки. Ты хоть знаешь, что такое времянка? Ну, это... Не знаешь. Как же ты их тогда отличишь? Охотники хибару сколотили для припасов. Охотники перемалывают мясо? Мы этих построек штук десять проверили, пока лес обыскивали. И вашу, наверное, тоже шмонали. Проверяли, то есть. Шмонали. Хибары не едят детей, а черный гараж ест. Черный? Черный. Он крепко задумался. Барабанная... Барабаня пальцами по столешнице с кипой бумаг. Видимо, не первый человек я, кто упоминает именно черный гараж. У меня появилась слабая надежда, что лейтенант прислушается к моим словам. На черной-черной улице. В черной-черной подворотне. Это я тоже говорил. Черный-причерный гараж? Хватит тебя за шкирку. Шуточки. Приехали. Шуточки, шуточки, я думал. Видите? Не забыл, я еще детскую страшилку. Помню, малым так сестренку напугал гаражом этим. Три дня уснуть не могла дуреха. Вот глупую. Зачем что-то думать? Тихона улыбнулась, облеснув крепкими зубами, а я подумал о своей Оле. Байка это, ребята. Ей сто лет в обед. Вы еще своим детям рассказывать ее будете, а те своим. Некоторые истории, особенно дурные, они, увы, вечны. В последний раз слипнула и замолчала Буланова. Наступила гробовая тишина. Будто на автопилоте я побрел к стенду, оставляя за собой мокрые следы. Я теперь стоял в упор, заглядывая фотографии Сенечки, Вовы, Семена и Кати, а они в ответ таращились на меня. Когда рука Тиханова легла мне на плечо, я невольно вздрогнул. Эх, Антон, знал бы ты, как часто я на них смотрю. Музыка. Лучше бы преступника ловили, а не на фотке пялились. Я думал Тиханов обозлиться, но он проглотил колкость наглеца. По-вашему, я не хочу на этого козла браслеты надеть. О, какое у него ружье. Взять под белые рученьки да к стенке поставить. Да я с этой мыслью и спать ложусь, и просыпаюсь. Знаете, что мне снится ночами? Вам лучше и не знать. Словно сгорбившись с весом тяжелых мыслей, он медленно подошел к столу и вздохнул. Мы слушали молча. Дело это, глухарь. Нашли мы детские следы, ведущие в лес метров на пятьдесят. Да только там они и обрываются. Детские следы, которые обрываются, потому что потом дети превращаются в животных. А дальше сплошная чертовщина. Привлекли кинолога. На собаки след не берут. Скулят только жалко. Потому что боятся демонов и хранителя леса. С добровольцами весь лес прочесали. Ни единой зацепки. Двадцать пять квадратных километров истоптали. Маньяк этот в норах звериных прячется что ли. А на днях кто-то из местных заявил, что слышит детский смех по ночам. Мол, это пропавшие дети к нему с того света являются и в окошко заглядывают. С ума все посходили. Ну что тут взять? Единант посматривал переносицу. Помассировал. А ведь такое в нашем поселке не впервой. Помню, лет тридцать назад был похожий случай. Так же исчезали ребятишки. Хоть на похитителей не вышли, но все же тогда следствие лучше сработало. Двоих детей удалось спасти. Вот, сохранил на память с той пары. Что там? Милиционер бережно протянул мне пожелтевшее от времени объявление. В смысле? Тихонов Костя. Двенадцать лет. Приметы. Сто пятьдесят сантиметров. Худощавого телосложения волос, темная каря, глаза гражданам, владеющим информацией, звонить в полицию. Костя какой-то. Так это были вы? Он выжил тогда. А, полицейский. Так точно. Я ведь в этот участок в первый раз в вашем возрасте попал. Помню, зима была, метель. Но вот дела. Что со мной было, хоть убейте, не помню. Нашел меня в тайге, тогдашний участковый. Говорит, лежал я в отключке. Весь в сосновых иголках. Я тоже полицаем, получается, наш герой будет главный. Тихонова качнул головой, перебирая в тумане обрывочные вспоминания. Это благодаря ему я это гиблое дело не бросаю. Долг мой до правды докопаться. Вы сказали, что двоих спасли. А второй кто? Да в жизни не догадаешься. Второй? Точнее, вторая? Тихонова не успел договорить. Мама моя? Нет. Расплакнулась дверь, и вместе с ветром в участок ворвалась запыхавшая Лилия Павловна. Вот она. Это учительница наша, которая Лилия Павловна. Я подобрался от нежности и встал по стойке смирно. Однако учительница вовсе нас не замечала. Нет ее! Не пришла! Вы сказали, придет! Сказали, она у подружек, а ее нет! Не вернулась, потому что это девочка. Нет моей Катеньки! Катенька, это ее дочь. Походу. Девочка единственная. Лилия Павловна заплакала, она взрыт, покрыл лицо руками. Мы с Ромкой быстро переглянулись. Успокойтесь. Тише. Да как же мне успокоиться? Кровиночка моя. Господи. Лейтенант обнял Лилию Павловну за плечи и коротко мотнул головой в нашу сторону. Брис. Брис. Пятясь мы выбрались на порог под немилосердные удары ветра. Дохлый номер. Не помогут нам мусора. Одна надежда на нас самих. В эту минуту мне казалось, что в мире нет ничего, кроме ветра и долговязых теней, блуждающих в потемках. И что нам самим суждено стать такими же тенями. Ромка протянул мне руку, прощаясь. Я подумал, что как только разожму его ладонь, то сам очнусь в лесу без памяти. Столько меня не сожрут заживо. Он отпустил руку и ушел. А я ежился на морозе. Долго не решалось покинуть освещенный пятачок перед милицейским участком. Водная дверь была открыта. Я чуть покачиваясь от ветра. Мне показалось, что инии покрывают мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак посочился. А, все, мы вернулись домой. Мы в гараж типа не зашли. Пошли к полицейскому. Но, видимо, я так подозреваю, немножко признаюсь вам сразу честно, что я там чуть-чуть там спойлерил себе. Ну, как бы, когда искал какие-то гайды, как то, где нажимать, какой диалог вести, с кем. То я там увидел, что была мысль, что возможно как-то разработчики, когда выпустят обновление четвертую, пятую главу, что как-то можно будет с полицейским что-то там надо будет сказать или что-то ему отдать или что-то ему предоставить, какие-то доказательства, чтобы он все же с нами пошел туда, в гараж. Может быть, мы ее сможем спасти, эту Катю. Но пока что вроде бы ее спасти нельзя, как я понял, читая в интернете всякие гайды. Вот такая вот информация. Все тогда мы прошли. Все, что могли, прошли. Все, что вроде весь контент, который в этой игре был, я посмотрел. Может быть, что-то упустил, но вам виднее, в общем. Пропустил я что-то или не пропустил. Но пока что все, конец. Думаю, что дальше снимать. С вами был Неломоп. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok